Выращивание мяты на подоконнике в домашних условиях – сорта. Сама по себе мята растений не слишком привередливая. Ей не требуется какого-то особенного ухода, но важно его тоже осуществлять правильно. У многих возникает вопрос, какого сорта может выращиваться мята на подоконнике. В данном случае можно смело утверждать, что любого. Самыми популярными являются такие сорта, как жемчуг. Вырастает средних размеров и имеет сморщенные листики темного цвета. Запах немного отличается от других сортов, он более пряный. Пленнирол – кустики отличаются небольшими размерами, при этом они очень быстро разрастаются. Листики тоже не слишком большие, но они растут аккуратными и густыми. У них достаточно сильный аромат. Забава – считается больше овощной. Выглядит как небольшой ветвистый кустик. Этот сорт имеет выраженный привкус ментола. Клубничная – этот сорт хоть и садовый, но практика показывает, что он неплохо ощущает себя и в горшке. Клубничная мята называется из-за соответствующего аромата. Кстати, иногда кажется, что она пахнет шоколадом. Церемония – ее листья отличаются рельефной поверхностью и темной расцветкой. Стебель у этого сорта очень быстро тянется вверх, а потому ему частенько приходится делать прищепку, чтобы кустики не сильно разрастались. Кубанская – является одним из подвидов перечной мяты. Она прекрасно растет в горшке, хотя ее можно высаживать и в сад. В нем эфирное масло содержится в повышенном количестве и запах у растения слегка рисковатый. Лимонная мята – мелисса – отличается интересным запахом, в котором ощущаются нотки лимона. С ней нужно быть очень аккуратным, потому что она не приемлет большое количество влаги. К тому же она болит чаще других. Блошиная – очень любит тепло и отличается невысокими стеблями. Литий нередко добавляется в различные блюда как приправа. Они богаты на эфирные масла. В летнее время она служит неплохим отпугивателем для насекомых. Ликрантус – ее еще называют комнатной мятой, потому что чувствует себя хорошо она только на подоконнике. У этого сорта аромат, отпугивающий моль. Из листьев можно приготовить отвар, который отлично справляется с простудой. Если вы выращиваете мяту у себя в саду, то осенью смело пересаживайте ее в горшок. Тщательно очистите корни от остатков земли и промойте их водой. Выращивание мяты в горшке условия. Несмотря на то, что мята на подоконнике является неприхотливой, место для ее размещения должно быть правильно подобрано, потому что растений не слишком любят открытое солнце. Место выбирайте в соответствии со следующими рекомендациями, несмотря на то, что слишком сильная жара губительна для мяты, и все равно надо обеспечить достаточно тепла и света. Желательно, чтобы контейнер с посадками был размещен на подоконнике именно с солнечной стороны, потому что тень тоже не очень хорошо влияет на рост растения. На солнечную сторону лучше ставить горшки утром и вечером, а вот когда начинается самый санцепек, то уберите их в тень. При этом, желательно мяту ставить так, чтобы на нее падала тень других растений. Мята не любит прямой солнечный свет, потому что от него листья сохнут. Желательно горшок не ставить возле северного окна, потому что в тени стебельки будут очень тонкими, а листики маленькими. Кроме того, у них будет очень слабый аромат. Как сажать и растить мяту на подоконнике в домашних условиях – пошаговая инструкция. Чтобы мята на подоконнике выросла крепкой и вкусной, важно правильно прорастить и высадить черенки, а также посадить семена. Последние нельзя сажать слишком глубоко. Кроме того, важен подбор тары земли. Проходит вся процедура в несколько этапов. Этап 1. Подбираем место, емкость и почву для выращивания. Не забывайте о том, что мяте требуется много света. Поэтому южные окна – это идеальный вариант для размещения горшков. Если у вас нет возможности в солнечное время переставить растение к другому окну, где света не так много, тогда для них достаточно создать немного тени или просто отставить вглубь комнаты. Если света будет для растения недостаточно, то побеги начнут быстро расти вверх, причем листья начнут страдать, они будут мелкими и слишком светлыми. Если мята выращивается осенью, зимой или ранней весной, то придется и создавать дополнительный свет. Для этого можно использовать специальные фитолампы. Мяте требуется достаточно теплое помещение, а также длинный световой день. Таким образом, растение прекрасно развивается при температуре в 20-25 градусов. При этом на свету растение должно проводить 12-16 часов. Тогда оно очень быстро растет. Чтобы замедлить рост, температуру можно понизить до 15-18 градусов. Второе, о чем стоит позаботиться – это горшки. Они обязательно должны быть широкими, потому что мята растет в ши. Вглубь она не очень сильно уходит. Безусловно, требуется сделать дренаж. Он обеспечивается посредством сливных отверстий или слоем керамзита. Что касается почвы, то к ней мята не слишком требовательна. Однако, чтобы она активно росла, лучше выбирать рыхлый и плодородный грунт. Можно даже посадить в ростой торф, смешав его с речным песком и субстратом. Этап 2. Готовим семена и черенки. Семена в землю просто так сажать не стоит. Их для начала надо прорастить. Ждать долго не потребуется, на это уходит обычно пара дней. Возьмите влажную салфетку или пару ватных дисков и заверните в них семена. После этого замочите их в воде и закройте крышкой. Это не позволит влаге испаряться. Только не забывайте о том, что семена у растения очень маленькие. Если вы садите черенки, то убедитесь, что они у вас длиной не больше 10 сантиметров. Слишком длинные сажать не стоит, потому что они не покажут нормальный рост. Если внизу есть листики, то желательно избавиться от них, потому что они будут только мешаться. Если вы пользуетесь уже готовыми черенками, то концы у них придется освежить. Для этого совсем немного отрежьте снизу от стебельков и поставьте в воду. Пусть растение даст хотя бы небольшие корешки. На это ему требуется примерно 3-7 дней. После этого смело пересаживайте их в грунт. Этап 3. Посадка семян. И так как до семена или черенки уже готовы, высаживайте их смело в грунт. Это делается следующим образом. Почву необходимо увлажнить. Делается это при помощи пульверизатора, потому что надо только немного смочить, а не совсем залить водой семена, выложите на поверхность почвы. Их не надо присыпать землей, иначе расти они не будут. После этого землю опрыскайте повторно уже вместе с семенами в завершение сверху. Положите пищевую пленку или стекло. Это поможет создать эффект парника. Убирать ее можно будет уже после того, как растение взойдет. Черенки достаточно просто воткнуть в землю, а потом прижать их и полить. Сверху также создается парниковый эффект, к примеру, с помощью обычных мешочков. Сверху проделайте несколько дырочек, чтобы воздух без проблем выходил. В дальнейшем рост мяты будет зависеть от того, насколько качественный оказывается уход и создаются условия. Мята перечная на подоконнике. Круглый год полив подкормка. Мята на подоконнике растет в горшке, а потому ее очень легко переносить в нужное место. Как мы уже говорили, растение любит тепло, а потому ему требуется соблюдение температурного режима. Летом горшки можно расположить на балконе. Но когда стоит сильная жара, рядом с рассадой нужно поставить емкость с водой. Это позволит воздуху возле него оставаться влажным. А зимой мяту от окна рекомендуется убирать, потому что там очень холодно и растение попросту погибнет. Мяту необходимо регулярно поливать. Почва не должна слишком пересыхать. Но и слишком большое количество влаги губительно, потому что от этого растения гниет. Полив осуществляется по правилам, которые важно соблюдать. Мяте полив требуется, когда верхний слой земли становится сухим. Раньше этого делать не стоит. Летом поливайте помаленьку, но часто, чтобы у растения не было недостатка во влаге. При этом важно, чтобы жидкость не застаивалась, потому что от этого мята начинает болеть. В частности, у нее появляется грибок зимой. Количество поливов уменьшается до одного в неделю. Вода не так быстро испаряется, а потому и требуется ее меньше. Кроме полива, мяту рекомендуется постоянно опрыскивать. Это делается для устранения пыли. Если вода для растений обязательно должна быть мягкой, прежде чем использовать воду, дайте ей настояться несколько дней. И что касается подкормки, то ее требуется совсем немного. В частности, она применяется только раз в году летом. Для его приготовления разведите 0,5 грамма мочевины в половине литра воды. Если же вы используете готовые удобрения, то допустимую концентрацию уменьшайте. Как правило, в несколько раз. А вот в холодное время никаких удобрений вносить не надо. Некоторые подкормки делают по принципу «чем больше, тем лучше». На самом же деле это не дает никакого эффекта, а только портит вкус и аромат растения. Как собрать урожай мяты в домашних условиях? Как мы уже сказали, мята на подоконнике бывает разных сортов. При этом срок созревания во многом от него зависит. В основном стебли вырастают до нужных размеров уже через пару месяцев. Если у вас побеги составляют уже 14-18 см восточной долготы, но то смело можно их срезать. Учтите, что рост у мяты очень быстрый, а потому постоянно приходится ее обрезать. Придерживайтесь нескольких несложных правил, чтобы ваша мята не оказалась поврежденной и не погибла. Листики обрывать можно только на расстоянии 1,5-3 см от стебля, то есть с него самого ничего убирать не надо. Тогда у вас без проблем будут разрастаться новые побеги. Если вы все-таки решили убрать побеги, то полностью срезать их не надо, чтобы они потом могли расти дальше. В идеале убирать необходимо до третьей длины. Если сделать это неправильно, то мята дальше расти не будет. Самые ароматные листья, в которых содержится больше всего ментола, растут сразу после цветоносов. Но пока еще не началось основное цветение, во время цветения именно соцветия получает основную массу полезных веществ, потому что в этот момент они активно формируются в верхушке кустов, расположенные на 10-15 мм выше места соединения главного стебля. С боковым можно обрезать готовую мяту, хранить можно разными способами, к примеру, поместить ее в контейнер и убрать в холодильник. Еще многие сушат листочки, чтобы потом использовать их для добавления в чай. Кусты часто разрастаются достаточно сильно. Чтобы не удалять все лишнее насовсем, можно обрезать черенки и посадить их в другой горшок. Обычно это делается нечасто. В основном до такого состояния мята разрастается через 2-3 года. В противном случае листья становятся мельче и редеют. Какие могут возникнуть проблемы при выращивании мяты на подоконнике в домашних условиях? Когда мята на подоконнике растет или на грядке, то она может заболеть грибком. Первыми признаками заболевания является белый налет, появление коричневых пятен на листьях, а также замедление в росте. Как правило, грибки появляются из-за неправильного ухода. Вообще очень тяжело ухаживать за мятой неправильно. Такое возможно, если давать ей слишком часто подкормку или поливать много, что вода застаивается. В любом случае, грибок важно устранить как можно быстрее, потому что он способен убить растение. Делается это при помощи препаратов, в составе которых присутствует сера. Она быстро избавляет мяту от грибка. Однако есть и такие виды грибков, при которых растение спасти уже не получится. Это мучнистая роса или тецеулезное увядание. При их возникновении мяту придется уничтожить, а также провести обработку почвы. Все вредное из нее устраняется путем вымораживания земли или прокаливания в духовке. Вредителей у мяты тоже предостаточно. С ними также оперативно надо бороться. Особенно хорошо помогает бороться с ними раствор актеулика. Однако учтите, что обрабатывать можно растения не позднее середины мая. Если с руки уже вышли, то используйте другие средства, например, отвар чистотела, табака или крапивы с мылом. Мят на подоконнике Отзывы Мят на подоконнике выращивается людьми очень часто. Кроме того, они делятся своими секретами в интернете на форумах. По сути, говорят очень много, что и как лучше сделать. Вы можете брать некоторые советы на вооружение и пользоваться ими.